МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выходи, Моно! Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуй, Моно! Привет, Анфиса! Всем большой-большой привет! Ребята, вы любите читать? Моно, а ты любишь? Конечно, еще спрашиваешь. Анфиса, я люблю читать, но только по настроению и только определенные книги. Поделись с нами, какие? Ну, я люблю читать сказки, рассказы о животных, детективы, приключения, стихи. Вот, я даже с тобой принесла, посмотри, вот в моем рюкзаке. Ну, давайте-ка посмотрим, что у тебя здесь. Телефон. Отлично. Начинается со мной. Очень интересно. И русские народные сказки. Здорово! Ребята, а давайте каждый из вас назовет свою любимую книгу. А спросила я про книги не просто так, а все потому, что наш сегодняшний выпуск будет посвящен Всероссийскому Дню Библиотек, который отмечается 27 мая. Еще один замечательный праздник, о котором мы расскажем ребятам, и один из моих любимых, потому что я очень начитанная. Мона, раз такое дело, ответишь на мои вопросы? Конечно! А ребята мне в этом помогут, правда ли? Тогда начнем. И вы, ребята, тоже отвечайте. Кто ходил днем и ночью по дубу? Ммм, так, 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 так. И днем и ночью кот ученый. Точно? Это кот ученый? Верно. Как называется список, где перечислено название главкниги? Ммм, главкниги, так. Это же содержание! Верно, молодец. С чем осталась старуха в сказке про золотую рыбку? Ну, это все знают. С разбитым корытом. Так ведь? Мона, ты отлично справляешься. А как называют человека, который пишет стихотворение? Так, так, ребята, ну подсказывайте. Слышу, слышу. Ребята мне нашептали, что это поэт. И последний вопрос. Что должен сделать человек своей карточке, получив книгу из рук библиотекаря? Очень легко. Каждый читатель это знает. Конечно же, расписаться. Мона, спасибо тебе и ребятам за активную работу. На все вопросы даны верные ответы. Анфиса, мы рады стараться. Мона, а ты знаешь, что такое библиотека? Конечно, библиотека – это дом, где хранятся книги. Анфиса, мне, конечно, нравятся библиотеки, но сейчас всю информацию можно скачать через интернет. Так быстрее. Мона, может, ты и права, но согласись, что в библиотеке особая атмосфера. А если пройти в читальный зал, который настраивает читателя на вдумчивое и осознанное чтение, можно головой окунуться в другой мир, услышать звуки, почувствовать ароматы и всей душой сопереживать герою. А запах книг, какой он особенный. Мона, ты знала, что старые книги обычно имеют слегка сладковатый запах с нотками ванили и миндаля. Их аромат возникает как раз из-за разложения химических соединений в бумаге. Новые же книги пахнут так восхитительно из-за краски химикатов, которые используют при печати. Ой, я обожаю запах книг. Анфиса, ты так хорошо рассказываешь. Мы с ребятами как будто на мгновение побывали в библиотеке. У интернета, несомненно, есть свои плюсы, но также и много минусов. Во-первых, интернет затягивает, и ты перестаешь контролировать свое время. Также в интернете можно легко угодить в ловушку мошенников. Точно, точно, Анфиса, однажды со мной произошел такой случай. Я хотела скачать бесплатную игру и перешла по ссылке. В итоге занесла какой-то вирус на компьютер, и он перестал нормально работать. Поэтому, ребята, не переходите по подозрительным ссылкам в интернете, и как можно чаще дружите с книгами. Анфиса, а я как раз была в библиотеке на празднике книжки на неделю. Там было так здорово. Ребята отвечали на вопросы викторин, получали подарки и награды. А еще к ним пришли герои сказок. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Конечно, Анфиса, Анфиса, а не пора ли нам посмотреть на наших участников из нашей рубрики «Минутка поэзии»? Конечно, давайте смотреть. Я вот и пла, я натурно. Я люблю салат танцевать и играть. Кап-кап, тук-тук-тук, по стеклу оставший звук. Ребята, да вы настоящие поэты! Так здорово рассказываете! Напоминаем маленьким зрителям о нашей новой рубрике «Минутка поэзии», на которой девочки и мальчики могут наизусть рассказать любое небольшое стихотворение о мире, дружбе, семье, о любимой игрушке и зачитать в нашей студии. Вначале ребята могут рассказать немного о себе, как их зовут, где учатся и чем увлекаются. По всем вопросам звоните по телефону 35 70 52 или пишите в личные сообщения группы. Напоминаю, что мы находимся по адресу улица Октябрьская, 52. Ребята, пишите «Близнуть на весь город», мы вас ждем! До новых встреч! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!